Всем-всем огромный привет! Некоторое время назад, может быть кто-то помнит, мне присылала посылку Юлия Славняк. Она присылала мне свои работы, которые она делает из бумажных трубочек. Это красивые шкатулки, я вам сейчас напомню их. Мы тогда с Юлей решили поменяться нашими работами. Я шью игрушки, многие знают, а Юлия делает вот такие замечательные шкатулки. Ну и не только шкатулки, выбор, конечно, у нее огромный. Мы тогда решили, что она выбирает, что хочет из моих работ, а я выбираю то, что мне понравится из ее работ. Но на самом деле глаза тогда так разбежались, что выбрать было сложно. Я выбрала две шкатулочки. И я вам сейчас их просто напоминаю, потому что вы их помните. Одну шкатулку, такую круглую, с крышкой, я использую под свои украшения. Она меня радует. Прямо обожаю ее, она такая классненькая, у нее и донышко такое хорошенькое. Вот уже на протяжении какого времени она меня так вот является украшением моей полочки. Ну а вторая шкатулка, это украшает уже полку моего сына. Я хотела ее тоже себе, но Максимка когда увидела, говорит, мама, ну посмотри, это же сундук сокровищ. Поэтому пускай этот сундук будет у меня и мои сокровища в виде ластиков тоже будут в нем. Ну Максимке украшает она полку. Давайте донышко покажу, такое крепкое, классное. Юль, вообще ты, конечно, молодец. Замечательно, все так делаешь, так все аккуратно, так все красиво. Я не знаю, я просто когда так получила вот эти работы, я была в полном восторге. Как бы все так функционирует замечательно. Разве скажешь, что это все руками сделано и сплетено из трубочек, из бумажных трубочек. Ну, почему я сейчас решила это все вспомнить? Зачем я второй раз вам все это показываю? Сегодня от Юли пришел мне подарок-сюрприз. Она сказала Свету, сделала новые работы и хотела тебя порадовать, с тобой поделиться. Ну, а я не могу не поделиться с вами, потому что это такая красота оказалась. Давайте я вам покажу. Ну, начну я с большого. Вот такая красивенная ваза-корзина ко мне приехала. Юль, вообще это просто замечательно. Такая она хорошая, такая она удобная. В нее хоть фрукты клади. Если хочешь, там, ну, что хочешь. И на кухне можно, и цветы оформить можно. Даже на подоконник можно поставить, и какой-то горшочек. Ну, это уже по фантазии. А плетена она такой косой. Вот я сегодня весь день кручу-верчу все ее подарки. И опять же, работа сделана, ну, так аккуратно. Даже не видно, где тут начало, а где конец. Замечательный подарок. Еще такие бирочки на всех висят, что это ручная работа. Юля вообще сама живет в Омске. Она эти работы даже делает на заказ. И как бы выкладывает она их ВКонтакте и в Одноклассниках у нее есть страницы. Если интересно, я, конечно, оставлю ссылки под роликом. Пройдите, посмотрите. Ой, классно, я уже такая довольная. Хотя вот так немножко подвину, чтобы было видно. Ну, следующее, это вообще произведение искусства. Вы только посмотрите. Это домик, чайный домик. Вот такой он красивый, с такой замечательной крышей. Самая настоящая крыша. И вот такое донышко. Даже чайные пакетики приехали на случай, если у меня вдруг не будет своих. Ну, я шучу. Вот так красиво. Домик как будто бы стоит на подносе уже. То есть это все вместе сделано. Юля, это красота. Это настолько я просто кручу-верчу. Настолько мне понравилось. Тут выполнены бока в технике декупаж. Все украшено цветами. Цветы тоже Юля делает сама. Очень красиво. Так прямо нежно. Вот такой домик замечательный. И здесь написано чай. В нем должен жить чай. Юль, я зашла у тебя, кстати, ВКонтакте. Мне кажется, ты цены перепутала. У тебя оно настолько дешево. Это не стоит столько. Ну, я не знаю. Ссылки я оставлю. Вы зайдите, посмотрите. Потому что Юля буквально это все дарит. Я бы за такую работу брала бы, если честно, больше. А у нее просто смешные цены. Шедевр вообще. Вот это настолько красиво. Я в восторге. Ну, следующую работу я вам сейчас покажу. Максимка у меня уже сказала, мама, это мое. Это сова-карандашница. Вот с такими глазюками в форме сердечек. Она такая мудрая. У нее вот такие вот тут красивые штуки. Как они называются? Ну, это, в общем, символ мудрости, наверное, вот здесь торчит у нее. Очень красивая карандашница. Также выполнена вообще исключительно. Опять же, ни начало, ни конца не подглядишь. Непонятно, где оно находится. Вообще замечательно. Очень понравилось. Юль, спасибо тебе. Это не подарок. Это клад. Просто клад. Максимка сказал, что все самое драгоценное из его ручек-карандашей он будет складывать здесь. Он даже мне показал. Говорит, вот так вот, мама, разложи и покажи, какие у меня красивости будут здесь жить. Давайте я вам покажу, раз ребенок просил. Самые красивые его, самые любимые ручки и карандаши. Вот такие вот. Ну и, конечно, его последний шедевр, что вот такая шариковая ручка, вот такая ручка смешная, тоже будет жить в этой сове. Представляете, какая красотища к нам приехала. Ну, были еще и сувениры. Первый, это вот такое чудо. Ложка. Здесь и яблочко, и цветочек, и божья коровка. Здесь цветочек. Эту ложку сувенир можно подвешивать. Она будет тогда на стене висеть и радовать. Можно на полочку положить на кухне. И она будет все время такая красивая. Очень красивая. Юль, спасибо. Настолько классно. Замечательный подарок. Я прямо все сижу, улыбаюсь. Ну и вот такое мимишество приехало. Это лопаток на холодильник. Тут магнитик. И вот так тоже все украшено цветами ручной работы, которую Юля делала сама. Вы знаете, это настолько экологически все чистое. Потому что это же сделано все из бумажных трубочек. Покрыто тут. Обработано все. Ну и вообще, я не знаю, настолько красиво. Даже на столе стоит. Мне кажется, такие работы украсят любую кухню, любую комнату. По крайней мере, у меня вот эти две шкатулки. Кто ко мне приходит, сразу говорит, Света, где ты это взяла? Настолько это все классно. И в прошлый раз, вот я когда выкладывала эти шкатулки у себя на канале, показывала. Очень много людей пошли по ссылке к Юле. И потом мне писали, что Света настолько дешевый и настолько красиво. Девчонки рады остались, которые получили. Ну, они сделали заказ. Юля очень быстро делает. И отсылала. Ну, не знаю. Мне кажется, это как подарок исключительная вещь. И если есть желание, посмотрите. Я ссылки оставлю и на контакт, и в Одноклассниках. Вконтакте-то я точно видела, что Юля даже цены все понаписала. Поэтому можно зайти и хотя бы посмотреть. Ну, а если у вас дилемма стоит, что кому подарить там из родственников, ну, это, мне кажется, вообще исключительно. Тут даже нечего придумывать. Если бы мне такое вот подарили, а мне подарили, ну, правда, вот пищу от счастья. Это подарок просто, ну, исключительный, замечательный. Вот большего и не надо. Ну, в общем, ссылки я оставлю. Заходите, смотрите. Юля, тебе огромное, огромное, огромное спасибо. Потому что теперь я стала еще богаче на эти красивости, которые я люблю. С тобой я буду и дальше меняться. Если надо что-то, я тебе еще сошью. Потому что у меня родственников много. Я готова такое, ну, такие вещи дарить своим близким. И поэтому вот эта тема обмена мне очень нравится. Поэтому я с огромным удовольствием продолжу сотрудничать. И вот за эти подарки, это вообще, я тебе прямо очень благодарна. Это я никому не подарю, это будет мое. Спасибо всем, кто со мной порадовался. Спасибо всем, кто посмотрел. Знакомьтесь с Юлей. Ну, это, конечно, видно, что ручки золотые. И работаю у нее на высоте. И со всеми хочу сейчас попрощаться. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok